Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ, новости Анапа-регион, студии Ирина Меркурива и смотрите сегодня выпуски. Личные вопросы первому лицу города. Глава Анапы провел прием граждан. Скоро выборы. Участковая избирательная комиссия готовится к единому дню голосования. Сильнейшие люди мира в Анапе. Борцы из 65 регионов будут состязаться в мастерстве. Рабочая неделя главы Анапы началась с общения с анапчанами. Сергей Сергеев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Кристина Владимировна Капитонова обратилась к главе курорта с просьбой помочь решить проблему с улучшением жилищных условий. Многодетная семья несколько лет обивает пороги городских служб, просит выделить участок в субцехе. Отвечают, земли нет. Руководителю управления имущественных отношений Сергей Сергеев дает поручение выехать заявителям на место и закрыть вопрос. Сколько можно говорить вам, что вы не свое отдаете, понимаешь? Не верю я, что на старой улице, в субцехе, на существующей улице, для отдельно взятой семьи нельзя найти участок. Я еще раз говорю, ну посмотрите, и надо закрыть эту тему. Сколько можно разговаривать. О судьбе стадиона в субцехе разговор с Вячеславом Стробыкиным. Сергей Павлович, объясняю, в 2010 году, значит еще когда у нас в главенство у Татьяны Ивановны, Евсикова, неоднократно задавались данный вопрос по стадиону ей, на что мы всегда получали ответ. Один, ищем спонсора. После того, как она ушла, оказывается спонсор уже давно был найден. И земля уже давно находится в аренде. То есть нас постоянно вводили в заблуждение. Вот этим вопросом. Если бы нам сказали, что данная земля уже отдана, вы потом, да, когда уже информацию эту донесли. Но дело в том, что, я же еще раз говорю, если бы мы знали, что эта земля отдана в аренду при Татьяне Ивановне, мы этот вопрос бы, естественно, ну, то есть бы острее... Ну почему в суд не приходили, когда мы судились за то, чтобы землю назад вернули в муниципальную собственность? Сергей Павлович. Городские власти пытались вернуть стадион в муниципальную собственность, но суд не пошел навстречу. Хотя совсем не спортивный объект интересует бизнес, а земля. Вот смотрите, что по стадиону. Вот он стадион, вот она трасса. Недельной давности события рисуют. Мы вот так поставим стадион, вот так, вот она трасса, вот так, а это построим многоэтажки. Я говорю, ну и как же тут стадион сядет? Сколько в длину там? То есть различного рода попытки застроить. И по клубу то же самое. По клубу куда только не обращались. Охранная зона. Все. Воинского захоронения. Хотя парк, да, клуб нет. Под клуб надо искать другое место. Я полностью с тем, о чем вы говорите, полностью согласен. И я думаю, мы будем решать эти проблемы. Не так быстро, как вы хотите. Нет, мы не хотим. Мы прекрасно понимаем, Сергей Павлович, мы живем реальность жизни и не собираемся говорить о том, чтобы у нас завтра стоял клуб. Вопрос не одного дня, но решение будет, убежден глава Анапы. Жители поддержат, обещает Вячеслав Владимирович. Еще один непростой вопрос. Статус рынка Северный и взаимоотношения арендатора земельного участка и предпринимателей. Лариса Бакланова и Валентина Чатаджан просят Сергея Сергеева вникнуть в проблему и навести порядок. Я называл ее ярмаркой. Именно из благих побуждений, чтобы защитить предпринимателей. Потому что на тот момент непонятно было, какое будет законодательство. Что будет сказано по поводу промышленной группы и продовольственной, по поводу ее торговли из некапитальных ролетов. А ярмарка, пожалуйста. Я вам обещаю, что я разберусь. Понимаете, я разберусь в этой ситуации. Изучу и мы вернем статус рынка. Но вам придется исполнить, тем, кто арендует у рынка землю, исполнить все законодательство, которое касается закона о рынках. Главный фестиваль года «Легенда Тамани» прошел в выходные дни в этнографической станице «Тамань». Ни одна тысяча посетителей приехала, чтобы принять участие в большом празднике. Кипела жизнь и на Анапском подворье. Утро субботы началось с торжественного митинга, посвященного 223-й годовщине высадки первых черноморских казаков на Тамань. У памятника первым запорожцам поселенцам со своими семьями собрались казаки со всей Кубани. Для нас, дорогие братья казаки, это земля святая. Почему? Здесь наша душа, здесь наше сердце. Именно отсюда, с этого клочка земли, началось развитие кубанского казачества и в целом кубанского казачьего войска. Да и нашего региона в том числе, вот с этого клочка земли. Поэтому я неоднократно говорил и говорю, что это колыбель кубанского казачества и нашего кубанского края. Епископ Новороссийский и Геленджикский феогноз правил молебен. Вера в сердце и силы духа помогала кубанскому народу во все времена. Красочным событием дня стал конно-спортивный праздник на скаковом поле в Атамане. Почетными гостями стали временно исполняющие обязанности губернатора Кубани Вениамин Кондратьев и главы городов и районов края. На Анапском подворье с самого утра кипела жизнь, песни, множество гостей и отличное настроение. ПЕСНЯ В фестивале национальных традиций приняли участие лучшие коллективы города-курорта. Ансамбли Соловейка, Звонница, Ахпур, Гелиос, а также народный казачий хор под руководством Анатолия Трошевича. Почетного гостя, исполняющего обязанности губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, на Анапском подворье встречал глава курорта Сергей Сергеев. Процесс изготовления вина на глазах у зрителей. Высоким гостям продемонстрировали винодельню в миниатюре, а затем угостили лучшими образцами хмельного напитка – анапского винодела Яниса Каракизиде. Вениамин Кондратьев никого не обошел вниманием, а также по просьбам анапчан оставил свою подпись на бочке мира, установленной во дворе. Продолжением насыщенного дня стал грандиозный концерт в амфитеатре. Завершился фестиваль легенды Томани в праздничном феерверке. В преддверии памятного дня – 72-й годовщины освобождения Анапа от немецко-фашистских захватчиков. Мы продолжаем рассказывать о наших фронтовиках. Сегодня о Михаиле Ивановиче Бойко. Детство Михаила Ивановича Бойко вспоминают с дружью в голосе. На долю маленького мальчика выпало немало испытаний. Когда Мише было 4 года, репрессировали отца, и с тех пор он больше никогда его не видел. С ранних лет стал трудиться и помогать маме и сестренке. Отца забрали, как врага народа. Тогда такое время было. А я остався сын врага народа. Кто меня не хотел, тот и не обижал. Я 8 лет пошел уже в колхоз ради куска хлеба, паскозы, и мне давали кусочек хлеба, а молока навалом. Потом арестовали и мать. Год она была в тюрьме, а Михаил прошел настоящую школу выживания и голод. Когда ему было 12, немцы захватили станицу. Ну, сразу они поели телятни, а румыни – коз, и там барашки, и когда немцы уже отступали, 13 месяцев постояли, в сентябре месяц, и наши войска уже в Сталинграде там поджали. И тут, из Черного моря, ну, как бы в Новороссийце поджали, когда уже стали немцы отступать. Так у нас в Остагае не осталось ни кошки, ни собаки. Ну, ничего, живности, одни люди. 23 января 1945-го пошел на фронт несовершеннолетним добровольцем. Однако пришлось воевать не на передовой, а на западной границе Венгрии и Румынии в погранвойсках против бандеровцев. Если попадали, солдаты русские вырезали звезду на груди, уши отрезали, казнили их. По рассказам сослуживцев, на фронте было не так страшно, как на границе. Я, говорит, на фронте не боялся, так, как тут. Дарма, что он против нас старейший же, мы же молодежь. Там я смотрю, впереди враг, а слева, справа, сзаду товарищ. А вот тут какой страх, не знаешь, откуда будет стрелять. Боевая служба завершилась в 1948-м, когда Михаила Ивановича комиссовали по состоянию здоровья. Но легче не стало. Страшный голод и нищета ждали в родной станице. Работал в колхозе, поднимал хуторское казачество, женился. 60-летний комод, подаренный в приданые, до сих пор стоит в доме. Да и дома уже 60 лет. Посадил дерево, выковал 8-метровый колодец своими руками, вырастил четверых детей. Михаил Иванович Бойко, кавалер Ордена Отечественной войны, обладатель многих боевых медалей, председатель Совета ветеранов войны и труда станицы Гостогаевской. Он все время на людях, среди молодежи, общается с ребятишками, рассказывает им о нелегком прошлом нашей страны и мужестве предков. И искренне верит, что отвоеванный мир потомки обязательно сберегут. 13 сентября нам с вами предстоит выбрать нового руководителя региона и новый состав Совета депутатов муниципального образования город-курорт Анапа. На избирательных участках, а их на территории Анапы-70, кипит работа. Почти 3000 избирателей на 10-м округе в Анапе. На избирательном участке номер 02-49 полным ходом идет подготовка к ответственному дню. Оформлены стенды с полезной информацией о кандидатах и правилах заполнения бюллетеней. Недавно получено новое технологическое оборудование. Переносные урны теперь прозрачные. Работа в самом разгаре. Как раз мы проводим сейчас информирование жителей, то есть избирателей своего участка. Были подписаны, разнесены пригласительные листовки. Оборудована первая кабинка для тайного голосования граждан, решивших использовать свое избирательное право досрочно. На нашем участке проголосовало уже 6 человек. В этом году рекомендовано было ТИКом увеличить количество, продолжительность рабочего дня избирательной комиссии до 20 часов. Это для удобства избирателей. Это очень удобно. После работы избиратели приходят и голосуют. Досрочное голосование очень удобно для тех, кто уезжает, либо круглосуточный режим работы. Избиратели звонят, уточняют. Выходной день мы работаем, мы дежурим с 9 до часу. Участие в выборах – это вклад в будущее всего края и нашего города. Кто будет строить завтрашний день Кубани и Анапы, зависит только от нас. Проявите гражданскую активность. Приходите на свой избирательный участок 13 сентября и сделайте свой выбор. Именно ваш голос может быть решающим. Восьмые открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали в Анапе. Ежегодно на чемпионат съезжаются лучшие спортсмены из разных стран. В спортивном комплексе «Витязь» состоялась торжественная церемония открытия игр, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступил Российский союз боевых искусств. Спортсманов из 65 регионов Российской Федерации, участников 44 общественных спортивных организаций, поприветствовали представители власти Министерства спорта России. Сегодняшнее мероприятие уже традиционно на Кубане. Это уже восьмые по счету игры, которые приняла кубанская земля. Более 4 тысяч участников принимают сегодня, стартуют на данном турнире. И мы, конечно, надеемся, что и в дальнейшем Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет будет поддерживать нас в нашем начинании. Восьмой год Российский союз боевых искусств в городе-курорте Анапе проводят игры, открытые игры боевых искусств. Открытые они почему? Потому что могут участвовать не только спортсмены Российской Федерации, но и иностранные спортсмены. В этом году в соревнованиях заявило участие 65 регионов Российской Федерации, которые будут соревноваться по 21 виду спорта. 21 вид боевых искусств – тайский бокс, кикбоксинг, карате, самбо, дзюдо и другие – по этим дисциплинам пройдут соревнования в течение нескольких дней. Как и в прошлом году, участники игр будут сдавать нормы ГТО, по итогам которых достойные получат почетные дипломы. Готовность у меня отличная, готовился все лето. Надеюсь, конечно, занять призовые места в этом турнире. Я занимаюсь спортом, чтобы в дальнейшем получить хороший разряд, чтобы этот разряд помог мне при поступлении в институт и для физической подготовки. В рамках юношеских игр предполагается насыщенная культурная и деловая программа. Проведение гала-финалов, высадка деревьев на аллее спортивной славы, экологическая акция. В завершение пройдет концерт популярных исполнителей Виктора Рыбина и Натальи Синчуковой. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. Во вторник, 8 сентября, в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем 20-25 градусов со знаком «плюс», ночью до 25 градусов тепла. Ветер северный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых» «Модная школа», в котором можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной, и самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.